Всем привет, дорогие зрители, это новый выпуск по Клэша Яль. Я сейчас нахожусь на аккаунте своего подписчика, и вот теперь я понимаю, как это растут руки с нужного места. Значит, этот парень находится сейчас на 4 300, 11 уровнем. Ну, это не прям так какой-то жесткий показатель, в плане того, что он слабо прокачан, да, Башня Короля. Я и с 10, там до 5 500 доходили почти. Вот, но прокачка карты, она меня реально удивила, и колода тоже. Короче, у него 7 гигант, и он на 4 300. Помимо того, что у него 7 гигант, у него остальные карты тоже очень слабые. У него Торнадо 5, у него Армия Скелетов 5, у него 11 запт, 8 фаерболл. 8 фаерболл, это, ну, капец, если ему будут подбираться 11, там, 10, 3 мушкетера, ну, что он им сделает? И Спарки 1 уровня. Теперь просто для сравнения, если так непонятно, у меня просто тоже проект, да, аккаунт с гигантом Спарки. Вот, и я прокачал гиганта на 11 уровень, шарик на 8 уровень, Спарки на 4. И делаю отсылку на то, что, мол, я не тащу из-за того, что гигант, Спарки, не очень актуальная колода, там, Спарки очень легко контрится, типа, туда-сюда, там, Зава у меня 12, летучая мышь 11. Так вот, это все полный бред. Реально, вот у Челика просто, видимо, ну, скилуха, я не знаю, руки прямые. Ну, как угодно это называйте, но вот с этой прокачкой, ребята, не каждый из вас бы взял 4 300, далеко не каждый. У него здесь в классах эпический сундук, давайте его откроем, я думаю, он не будет против. Так, отлично, торнадо ему выбили и армию скелетов. У него, как видим, гигант уже доступен на 8 уровень, но он его специально не прокачивает. Вот в этом типа фишка, что седьмым гигантом, с седьмыми рарками, ну, он 8, 8 фаер и все. Все остальное у него реально почти турнирный стандарт. Ну, да, конечно, Ардамух, 12-е, ЗАП, ну, вот Спарки, Пероуры, ну, я не знаю, красавчик, реально. Короче, давайте теперь посмотрим повторы. Здесь у него, блин, очень классный был поединок, жаль, он сейчас исчез против Голема, просто. Ну, вы посмотрите, седьмой Голем, сборщик, Молния, ну, я не знаю, мне было бы интересно посмотреть. Но и самое тут прикольное, которое я уже почекал, точнее, я повторы сами не смотрел, я чисто колоды соперников. Вот мне интересно против 13-го Королевского Гиганта, Хога, Ракеты. Ракета, подожди, Ракета, Ракета в этой деке или не в этой? Короче, проигрывает он в основном тем, у кого есть Ракета. И, естественно, там Гром или Пека, ну, то, что контрит эту деку, реально Гром с Пекой, Гиганта и Спарки очень легко дефает. Вот, у меня немножечко не такая дека, у меня дека с шариком, то есть у меня там больше атакующих комбинаций, нежели дефа. У него уже побольше деф, у него и Торнадо, и Армия, и Банда, и Орда Миньонов, и Фаербол, и Запп, ну, то есть реально очень дохрена дефа. У меня надо крутить постоянно цикл, иногда реально нечем задефать. У меня может быть в руке стрелы, зап, там, этот, шарик, и в итоге мне нечем дефать. То здесь, в этом плане, чуть попроще. Но все же, я сравниваю свою прокачку. Одиннадцатый Гигант, ну, у меня уже, конечно, кубков побольше, у меня не 4300 уже, скоро будет видос. Буквально после этого ролика у меня видос будет на Твинке. Обязательно поставь лайк, подпишитесь на канале впервые, и нажми на колокольчик, чтобы этот ролик не пропустить. Вот, я обязательно вот после этого видоса пойду пилить ролик про Твинка, там крутой должен получиться выпуск. Вот, ладно, это мы немножко отвлеклись, и у нас добивается башня. А что, а, соперник завис, блин, надо было прочекать этот момент. Понятно, ну, или не завис, или он просто сам сдался. Жаль, жаль, мне было интересно, я думал на трешку, думал тут эпичный бой был. Вот, давайте посмотрим вот тоже против Спарки, против Пеки, блин, жаль, не выиграл. Если бы выиграл Пеку, было вообще эпично. Окей, давайте, вот против Хога, десятого Хога. То есть, десятый Хог против седьмого Гиганта. Было бы, конечно, вообще экшен эпик, если бы он сыграл против фулового Челика. С восьмыми эпиками, там, одиннадцатыми рарками, тринадцатый уровень Башни Короля. Да, может, он был бы нуб, но от фулл прокачка. Если бы такой был поединок, это бы было вообще круто для видоса. Это прям, мне было бы интересно. Я думаю, что он еще встретит себе таких соперников, потому что 4-300. Честно, тут в конце сезона, как бы, да, десятые, девятые рарки, ну, проскакивают, бывает, одиннадцатый. А если он будет поднимать выше, до 4-600, там будут нон-стопом ему идти одиннадцатые рарки. Я вот знаю, о чем говорю, потому что я сейчас на твинке играю. Так, и что мы видели? Значит, с помощью торнадо он Хога на середину вытянул, да, и Спарки его уничтожила. Не было активировано главное здание. Как видим, соперник тоже не дал Спарки нанести урон, запом, там еще, фаером, да, по-моему, не, фаер мы кидали на палача. Ладно, короче, я пропустил этот момент. Сейчас готовится Хог, сразу готовится банда гоблинов, вот она, предикт, это был предикт. И соперник вроде увидел банду, но не успел среагировать и выпустил Хога прямо в лапы банде гоблинов. Естественно, подождите, урон нанес он или нет? Одну тычку сделал, да, по-моему? Или нет? Итак, запускается Спарки. Я вот когда играю со своей декой на твинке, со Спарки, меня всегда бесит, когда вот я выбрасываю Спарки и летит ракета. Ну факт, ну и по вышке урон, и Спарки уничтожает, и обмен по эликсиру произошел равный. Ну это просто жесть. Иногда мне аж бесит этот момент, потому что бывает глобал прям подбирает как будто на зло эти колоды мне. У соперника неплохой. Деф, палач, торнадо в принципе есть, но я не знаю, что-то он тупанул, что это. Он пропустил. У него же был эликсир, да? Да, у него хватало эликсира, по-моему, на торнадо раньше. Чего он не использовал? Он мог бы задефать, вообще не получив никакого урона. Но опять же, тут он, видите, да, что соперники немножко тупят. И вот опять сейчас будет предикт. Нет. Армия скелетов. Ледяной дух забирает там маленькую часть. И с помощью торнадо Хока вообще не наносит урона. Даже не обязательно активировать главное здание. Дефа от Хока действительно хватает. Плюс у нас еще есть фаербол. Слушайте, мне эта дека тоже нравится. Я бы не сказал, что она лучше моей, которая с шариком. Мне моя дека, знаете, чем нравится? Что реально несколько комбинаций атак. То есть я могу спарки с гигантом, дровосек с шариками или там разбойники с шариком. Вот это мне именно фишка моей деки, именно в этом. Она мне поэтому нравится. Ну, иногда возникают сложности, когда тебе реально нечем задефать, и ты не успел прокрутить цикл. В этом дека, конечно, имеет минус свой. Но и его дека тоже нравится. Вот торнадо, фаер, это же капец как классно. Это же... Ну, спарки, она на самом деле опасная карта. Раньше ее все боялись. Просто с ума сходили от того, какой у нее урон. Сейчас уже не так. Сейчас, согласитесь, спарки не то, чтобы не бояться. Ее вообще не парятся. Но это слабая такая лего, как по мне. Ну, если с ней уметь играть, то на самом деле можно прикольные делать атаки. Смотрите, вот против Громоверса, Гиганта, тоже давайте посмотрим. Тут, конечно, не 10-й Гигант, 9-й. Ну, а что поделать? Какие сохранились повторы, такие смотрим. Просто очень классные были поединки до этого. Но тогда не было у него 4 300. Вот. И они исчезли просто. Ну, я думаю, что если он будет еще поднимать трофеи, мы обязательно запишем еще одну серию, если вам это интересно. Я посмотрю, конечно, по фидбэку, как вам. Зашел видос, не зашел. Если вам не нравится, окей, не буду. Мне лично по приколу, он с 7-м Гигантом. Ну, почему мне по приколу? Потому что это мне ближе. Так как я сейчас играю почти идентичной колодой. И мне просто, ну, интересно, как так я 4-й Спарки, 11-м Гигантом, там, этим, как его, 8-м Шариком просто ракую конкретно. А тут парень с 7-м Гигантом тащит. Ну, молодец, реально. Не знаю, напишите в комментариях, у кого какие... Ух ты, вот это Зап, конечно, он подставился. Давай Гиганта. Ой, хороший Зап плюс Фаер вообще. Я бы Гиганта, конечно, выкинул. Напишите в комментариях, какой у вас рекорд с какой прокачкой, только честно. И напишите не только рекорд, а вот на данный момент, какая у вас прокачка, на каких вы пупках. Вот, я думаю, что большинство, давайте буду Вангой, на 4-300, у большинства 9-й Рарки, а то и выше. 8-й Рарки, мне кажется, редкость. Ну, многие бомбят и не могут добраться... Ну, 4-300, ладно, в конце сезона еще можно с 8-ми Рарками. С 7-ми тоже можно, ну, сложно очень, реально сложно. Вначале так я вообще молчу, там все с 11-ми катаются. То есть, тут, конечно, зависит все от периода, на какой стадии сезон. Да, на начальной или он уже заканчивается. То есть, тут, конечно, это тоже играет немалую роль. Но я уверен, что большинство 8-е, 9-е, 10-е Рарки на таких кубках. Даже, если брать не моих подписчиков, а соперников с разных стран, вот там, неважно, откуда, китайцы, там, корейцы, еще кто-то, арабы. Вот, они тоже, как бы, с такой же прокачкой. Даже не брать во внимание нашу аудиторию, да, русскоязычную. У них, даже у соперников же, они перекачаны просто. И за счет этого, кстати, у меня и бомбит. Ой, сейчас на поиск армия скелетов была зря. Ох, торнадо, неплохо. Так, у меня, что, звук не выключен? Вот, смотрите. Я не знаю, почему соперник тупит. Ну, реально, есть зап, есть громовержец. Чего ты сидишь, ждешь? Ну, реально, очень. Вы видели, сколько эликсира пропустил? Точнее, вот, смотрите. У него просто 10 эликсира, он сидит, думает, перебирает карты. Вот он только сейчас родил этого громовержеца. Ну, камон, орда миньонов плюс гром. Ой, плюс просто орда миньонов забирает грома. Ну, вот, никак он не может забрать правую башню, дровосек плюс шахтер. Очень странная, очень странная комбинация. И еще поезон сверху. Ну, естественно, что этого будет недостаточно. И победа остается за нами. Вот, как-то так. Ну, соперник такой. Такой себе соперник. Давайте посмотрим еще, возможно, какой-то последний поединок. Можно, конечно, поражение посмотреть. Вот, тоже против спарки, типа гиганта. Можно, да, чекнуть. Элиткам проиграл, видим. Вот, пеку выиграл. Но тут прокачка так себе. Ну, ладно, единственный, видимо, самый интересный повтор остается у нас. Это против тоже гиганта со спарки. Опять же, обращаем внимание, что прокачка у соперника побольше. Второй уровень спарки. Десятый гигант. В то время, когда у нас седьмой на три уровня, да, разница. Эпики нет, не сильно отличаются. У нас пятый, у него шестые. Это если бы у него седьмые были, тогда да. Тогда это вообще бы ад бы был. Так, ладно. Вот идет у нас палач. Он понимает, что подкидывать палачи лучше не имеет смысла, да. Поэтому сразу атака резко справа. Дровосек плюс Орда Мух. Хорошо, что у нас есть фаер. У меня вместо фаера стрелы на моем твинке. Но мне иногда этого не хватает. Фаербола, чтобы там добить башню. Вот сейчас неплохо получилось. Соперник слил торнадо. Мы подкинули Орду Мух. И тем самым, смотрите, какая получилась атака. Просто минус башня. Можно даже еще подкинуть на трешечку. Но уже когда палача увидели, уже лучше этого не делать. Хотя минус палач. А нет, не минус палач. А была бы спарки второго уровня. Она бы убила палача. Вот. По башням короля тоже не могу сказать, что ему сложно. Потому что я десятыми играю башню короля. А играл даже девятыми на 4200, по-моему, да. Да. Поэтому башня короля окей. Ему предостаточно дефаться. Конечно, сложнее, чем 12-13 играть. Но, тем не менее, 11-й это еще нормально. Файрболом промазал. Поэтому приходится еще сливать зап. Против разного спеллбета у него предостаточно дефа. Зап. Торнадо. Активировать главную вышку. Если правильно использовать. Там против гоблинской бочки. Файрбол. Также у него куча разных мелочей. Ну, не мелочей. Но банда гоблинов. Там арда миньонов. Это все прекрасно справляется с дефом от спеллбета. И вот она с парки едет. Мы тоже выпускаем с парки с правой стороны. Так. Он подбрасывает. Я вот не понимаю логику таких людей, которые берут в деку, к примеру, и палача. И колдуна. И ледяного колдуна. И ведьму. И еще что-то. Ну, я не понимаю. Нахрена так много сплоша. И тут, видим, не получилось у нас сделать так, чтобы наша спарки выстрелила по вражеской спарке. Поэтому нашу спарки уничтожили. Вот. Ну, слава богу, что не по вышке. Урон прошел. Вот. Задефались. Задефались. Спокойно. С помощью торнадо. Там банды, да. У соперника тоже торнадо. Не знаю. Как по мне, у соперника колода больше контр нам, чем мы ему. Ой, сейчас вообще было шикарно. Просто суициднулись спарки одновременно. А, стоп. У соперника нету запада. В этом плане он проигрывает нам. Спарки против спарки. Только... Ох, какой фаерболл был. Предикт. В общем, вот такие вот каточки. Ну, я не знаю, как они вам эпичные, не эпичные. Но я думаю, что ему все равно сложно. Седьмой гигант, друзья. Он дефается. Черт возьми. Да любой комонкой там 12-13 уровня просто в порошок этого гиганта стирает. Он очень слабый седьмого уровня. Очень. Вот. Поэтому большой респект ему, что поднялся до 4-300 с гигантом и спарки первого уровня. И надеюсь, что будет еще продолжение. Если вам ролик понравился, ставьте лайк. Если хотите, чтобы еще одну серию отснял, если он возьмет рекорд, тоже об этом дайте мне знать. На этом буду прощаться. Спасибо вам всем за просмотр. Желаю удачи. Ждите еще. Будет выпуск сегодня по Твинку. И до скорых встреч. Всем, друзья, пока. Субтитры сделал DimaTorzok